Правосудие гласит, никто не может быть дважды наказан за одно и то же нарушение. А вот можно ли в суд обращаться несколько раз с одним и тем же вопросом? На этот вопрос отвечаем в проекте по букве закона вместе с адвокатом Юлией Белобородовой. К нам в редакцию обратилась зритель с таким вопросом, может ли она дважды обратиться в суд с одной и той же проблемой. Но в данном случае вопрос алиментов, то есть супруг не платит, и вот она хочет еще раз подать на него в суд, чтобы добиться денег. Реально ли это и вообще можно ли так поступать? Мне очень часто про алименты спрашивают, звонят и говорят о том, что вот он не платит алименты, давайте еще раз в суд пойдем. Мы не можем ходить в суд несколько раз с одним и тем же вопросом. Право нарушено это раз, восстановлены ваши права в суде это два, суд вынес решение, все. Мы не можем прийти еще раз и сказать, я хочу повторно рассмотреть этот спор. Нет, так нельзя. Но бывают ли такие истории, когда может быть как-то переформулировать свой запрос, да, или как-то изменить, чтобы все-таки, ну, хоть чего-то добиться, да, если это не алимент, а вообще любая какая-то тема? Да, это, конечно, сложно, но мы можем в ходе рассмотрения дела менять исковые требования. Можем. Но надо понимать, что это определенная работа, мы должны иметь определенные доказательства, ну, то есть не просто так, вот я захотел, давай поменяем, а действительно должны быть какие-то основания. Ну, если прям совсем так грубо, то да, можно, можно попробовать, но каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. Да, сейчас у меня есть гражданский спор. Сначала мы составили и подали исковое заявление о взыскании просто денег с той стороны, да, в ходе судебного заседания изучила документы, понимая, что выигрыш маловероятен, мы поменяли исковые требования, зашли с другой стороны, сейчас рассматриваем, в общем, мы восстанавливаем право на жилой дом. Ну, там такая длительная спорная ситуация, мы уже год в суде, ну, да, посмотрим, что из этого будет, но бывает, но редко, редко такое бывает, выбираешь лучший вариант защиты, так скажем, своих прав.